Более 400 миллионов лет назад в Ордовикский период на этом месте находилось море. Оно давно исчезло, но его обитатели в виде окаменелостей сохранились до наших дней. И сегодня утром мы отправимся на их поиски. Чтобы почувствовать себя настоящим палеонтологом, нам понадобится удобная обувь, специальные инструменты, ну а в случае дождя защитный плащ. Брахиоподы, мшанки, гастроподы, канондонты и множество других необычных существ обитали на Земле за сотни миллионов лет до появления привычных нам рыб, рептилий и динозавров. Самыми яркими представителями являются головоногие моллюски из рода эндоцерит. Обычно они выглядят как в породе длинные трубки. Вообще при жизни они выглядели как длинный-длинный конус длиной от 5 до 9 метров, с торта которого торчала голова щупальцами. И вот они поднимались, опускались постоянно в водной толще. Однако чаще в Ленинградскую область едут за трилобитами, королями ордовикских морей. Первые животные у которых появились органы зрения. Они прятались от хищников, закапывая себя в песок. Он же помог позвоночным сохраниться до 21 века. Если говорить по-научному, пройти процесс фасилизации. Само мягкое тело тушка трилобита, она сгнивала в прямом смысле слова еще в ордовикском периоде и полость тела заполняла порода. Их панцирь полностью пропитывался минералом кальцит. Поиск окаменелости – это нелегкая прогулка по живописной природе. Чтобы найти хотя бы кусок древнего существа, молотком надо разбить не один камень. О, смотрите, мы нашли очень крупный хвост трилобита. А вот это вот сифон головоногого моллюска. Хорошо сохранившиеся находки можно очистить и отреставрировать в специальной лаборатории. Здесь же увидеть отшлифованные до блеска музейные экспонаты. Есть очень сложные образцы. Вот, например, такой образец. На его препарацию, подготовку ушло очень приличное время, более полугода. По количеству видов, более 10 тысяч видов присутствуют. Другое дело, что, конечно, не все 10 тысяч видов именно в Ленинградской области присутствуют, но их у нас очень много. Все они разнообразные. В Кировском районе Ленобласти ордовихский слой сформировался лучше всего. Однако местный камень интересен не только для палеонтологов. Путиловский известняк широко применялся при строительстве Петербурга. Добывать его здесь начали в 1712 году по указу Петра Первого. Это очень прочный материал, но в то же время легко поддается обработке. Петропавловская крепость, Аничков дворец, большой гостиный двор. В фасадах этих зданий можно найти камни с фрагментами древних существ. Добытый в парке окаменелости можно оставить себе. Теперь у меня дома на полке поселится трилобит, которому около 470 миллионов лет.